приветствую вас из города героя смоленска друзья друзья мои странные люди окружают нас странные они вот в чем порой бывает по отношению к деньгам потому что делает кого-то счастливым а кого-то несчастным мне как-то приходилось на эту тему рассуждать и вести полемику и даже не по не полемику скорее всего а выслушивать умные мысли нынешнего патриарха московского сия руси кирилла вот так мы сидели друг против друга и рассуждали он вернее рассуждал а я слушал внимательно на тему типа богатые тоже плачут и на тему о том что среди людей не имеющих ничего больше счастливых людей счастливых тем что просто живут тем что выйдешь на крыльцо домика деревни поют птицы тем что вечером на это же крыльцо прибегает семейство ежиков перекусить тем что воздух чист и свеж а в соседней речке неподалеку плечется рыбка и вот я что хотел сказать что люди порой выбрасывают деньги ну выбрасывают деньги на ветер можно сказать и так как писали средства массовой информации однажды один наш известнейший олигарх российский молодой красивый высокий миллиардер доллар будучи на отдыхе в куршевеле или приехал на отдых в куршевель целой бригадой московских проституток красивых девушек ноги от ушей и там за две недели с этими девицами он оставил 15 миллионов долларов оставил ну разбазарил будем так говорить направо и налево широкая натура что там танцуй пока молодой как поется в одной из песен а вот я знаю вынуждены были выбросить свои деньги во время одной из российских реформ которые у меня на слуху еще когда три дня было дано на обмен и обмен был ограничен определенной суммой а люди дома так сказать под матрасами и в мешках и в банках стеклянных трехлитровых накопили огромные суммы миллионы а разменять их нельзя спросят а где взял а почему и так далее и вот по утру даже в доме где я жил на улице Кирова в мусоропроводе были обнаружены значит полиэтиленовых мешках эти деньги ставшие уже просто бумажками а однажды когда я был пацаном прыгали это реформа шестьдесят первого года бабушка одна умерла в нашем доме на пригородной один выбросили на помойку пружинный старый матрас вот детишки прыгали на этом матрасе и вдруг значит прорвалась обшивка и из матраса полетели значит старые уже ставшие тоже бумажками деньги 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 огромное количество бумажных денег помню и еще в советские времена когда доллар шестьдесят семь копеек стоил в один дворник смоленский принес в райотдел тогда это промышленный был ленинский еще не было района промышленный сейчас там в этом здании ленинский райотдел полиции принес в милицию дипломат чемоданчик короче с тремястами тысячами долларов это были бешеные деньги но дело-то в том что тогда еще существовала восемьдесят восьмая статья уголовного кодекса российской федерации которая называлась нарушение правил о валютных операциях это была расстрельная статья то есть если с ценным количеством долларов кого-то поймали задержали тут же уголовное дело тут же в суд и суд в зависимости от количества этих долларов давал срок и максимальное наказание по этой статье было применение высшей меры расстрел дворник в шесть часов утра нашел этот чемоданчик баксами тогда еще баксами не назывались а доллары возле лестницы ведущей там смыляне знают площадь Смирнова и лестница это военторга вверх к ресторану Днепр вот на этой лестнице кто-то и потерял но я хочу сказать что дворник не хотел быть расстрелянным принес милицию но когда начальник милиции пришел в утром в свой родной отдел у него на столе лежали пять или шесть не помню рапортов об увольнении то есть вся дежурная смена от водителя машины кончая дежурным и там сержантами ПВС кто дежурил все написали рапорта значит что они прикарманили поделили эти триста тысяч долларов но я помню значит их со страшной силой таскали КГБ ну видимо они не признались ни в чем поскольку памяти у меня нет чтобы их привлекли к уголовной ответственности ну таскать таскали вот я чего это вспомнил то все а вот почему значит на днях а именно 10 марта москвич по имени Дмитрий Дима молодой фамилии называть давайте не будем занялся капитальной уборкой своей квартиры собрал пакеты с мусором с отходами бытовыми и понес их на помойку к мусорным бакам как это сейчас называется вот среди этих мешков с мусором ну полиэтиленовые мешки оказался тот в котором он Дима хранил 13 миллионов рублей которые собирал для того чтобы погасить банковский кредит ну я так думаю он наверное был не миллионером а он был предпринимателем и брал кредит для своих дел для предпринимательских чем он там занимался и вот он значит хотел разом видимо погасить кредит а может это просто ежемесячный взнос смотря какой кредит в общем 13 миллионов рублей отложенные им на покошение кредита ушли в мусорный бак а он пришел вернулся домой и продолжил эту уборку значит а потом сел отдохнуть почесал репу и говорит сам себе а где же слушай мои эти 13 миллионов они же тоже были в полиэтиленовом мешке и он только через 3 часа побежал назад на помойку но пакета с деньгами там не оказалось то есть за это время либо ребятишки которые ну бомжеватые люди которые постоянно значит шарят по помойкам и помойки эти между ними распределены особенно в богатых районах особенно около богатых квартир и домов и или машина подъезжала мусорный бак перевернула так сказать и увезла я представляю значит этому счастью какому невыносимому подверглись те кто нашли и я представляю какому горе так сказать и беде подвергся сам Димон который потерял такую огромную сумму но он конечно побежал в полицию писал заявление там конечно когда он отворачивался вертели наверное я думаю полицейские у виска значит они наверняка ему скажут а ты докажи что у тебя была такая сумма откуда у тебя такая сумма и так далее и тому подобное а потом только может быть начнут проверять но опять же значит это же он выбросил хотя у нас существует закон по которому наказывают если ты присвоил найденное чужое найденное кто-то присвоил 13 миллионов допустим но это еще надо так сказать умудриться разделить их распределить их по всей своей жизни чтобы не более бутылки в день так сказать выходил я по отношению к бомжам говорю если у них это оказалось ну а где еще ну этот даже если на свалку отвезли там все равно так сказать существуют целые огромные бригады они там и живут зарывшись мусор землянки себе понастроили на полигонах на этих они отделяют так сказать зерна от плевел котлеты от мух они отделяют стекло от тряпок тряпки от бумаг кости так сказать отдельно и так далее и тому подобное и если им достанется то тоже так сказать вряд ли они побегут строить себе коттедж на эти деньги или домик они я думаю найдут применение им тут же на свалке напьются в усмерть для начала а потом будут пить каждый день и им уже будет не до костей и тряпок ну вот я не знаю может быть Диму Диме надо так сказать прежде всего сейчас подумать о своем здоровье надо запастись какими-то ну если нет эвакуилизаторами то седативными какими-то средствами ну по крайней мере канистру 20-литровую валерьянки надо кроволова пустырника что там еще у нас пион уклоняющийся я как старый травник вспоминаю значит какие у нас существуют средства простые сейчас и в таблетках все это есть валерьянка и пустырник ну потому что это невыносимо значит и можно попасть в психушку а тем более значит если надо из последних сил значит все-таки собирать и отдавать долг банку а видимо придется банку все равно значит выбросил эти деньги так сказать или съел под майонезом приготовив им все равно отдавай все поэтому друзья мои я понимаю что не у каждого из нас а можно сказать у всех нет таких денег у всех из нас у всех нас нет таких денег но тем не менее давайте относиться к своим сбережениям значит с уважением потому что только те деньги которые я там рассказывал о Прохорове кажется его фамилия который за пару недель в Куршевеле разбазарил вот такие деньги московскими проститутками а Прохорову фамилию я уже забыл высокий парнищ который чуть ли не президент